Bonjour, chers amis! Здравствуйте, друзья! У нас сегодня с вами пятый марафон. Это марафон по футюрсамплю. И сегодня проходим глаголы с особенностями, глаголы первой группы. Это мы уже видели с вами. Если вы не сделали марафон французские глаголы, слышите впервые о том, что у нас где-то что-то удваивается или появляются интересные надточные знаки, в отличие, например, от инфинитива, то посмотрите, пожалуйста, этот марафон. В данном случае всё будет точно так же, как и в настоящем времени, то есть точно такая же логика. Посмотрите, пожалуйста, первый глагол, это глагол «аплее», звать кого-то или звонить кому-то. И «tu appelleras demain» вы видите, что здесь у нас появляется дубль «l». В инфинитиве у нас только один «l», а здесь получается два. Точно такое же правило, потому что «ö» после «l» не читается, в корне образуется открытый звук «э», и у нас здесь две буквы «l». Есть целая группа глаголов, где согласное перед вот этим «ö» нечитаемым удваивается. Об этом подробно говорю в марафоне французские глаголы. Давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Весь глагол спрягаем. И в настоящем времени, где мы с вами спрягали это в «ну» и «ву», у нас там всё равно одна «l», поскольку «nous appellons», «vous appellez», там прочитывается всё в окончании дальше. А здесь во всех формах будет двойная «l». Надеюсь, всё это запомнили, вспомнили, и смотрим дальше. Посмотрите, дала вам несколько глаголов. Это разные типы глаголов с особенностями. Всё, как и в обычном, в настоящем времени. Глагол «седать» – «уступать», «репететь», «повторять что-то», «жететь» – «бросать», «супробнее прогуливаться», «пейеть» – это глагол «платить». Давайте с вами распрягаем глагол «репететь». Вспоминайте, как он в настоящем времени, какая там логика, что и меняется, и проверим с вами. Надеюсь, вы это сделали. Да, мы проверяем. И я взяла сочетание «репететь le rôle», «повторять роль». И что у нас тут появляется? Акцент «граф», то есть «репететь» – там был закрытый «э», когда мы «э» не прочитываем в будущем времени, получается открытый «э», и получается «же репетрэ». И акцент «граф» появляется. «Же репетрэ», «Ту репетра», «Иль репетра», «НУ репетру», «Ву репетрэ», «Иль, Эль репетру». То есть логика та же, что и в настоящем времени. Давайте дальше проспрягаем глагол «жетэ» только в отрицании. Тоже вспоминайте, как у нас глагол «жетэ» спрягается в настоящем времени, к какой группе он образуется, потому что у нас есть группы, где акцент «граф» появляется, как, например, «жепетэ», а есть группы, где удваиваются согласные, как, например, «атле». Вспоминайте, как у нас здесь будет. И давайте посмотрим. Я выбрала сочетание «не пажетэй лапяр», «не бросать камень», и получается «Же не жетрей па лапяр». Здесь удваивается, это одна группа спряжения с глаголом «апле». «Тю не жетра па лапяр», «Иль не жетра па лапяр», «Ну не жетрум па лапяр», «Вы не жетрей па лапяр», «Эль не жетрум па лапяр». Супер! И последнее. Посмотрим с вами глагол «пэ е». Вспоминайте, какие особенности успряжения глагола «пэ е». Надеюсь, у вас получилось. Вот такие маленькие нюансы, казалось бы, никогда не думали, вроде бы, в настоящее время, вроде бы, глаголы первой группы, а есть. И они нам по наследству передаются к фитюр-самплю точно так же. Я вам говорила, что когда в настоящее время хорошо выучишь, и спряжение, и вот все вот эти нюансы, уже следующие темы быстрее усваиваются. Потому что те, кто знали вот эти вот особенности спряжения в первой группе, потом уже вот сейчас быстрее намного выучат фитюр-самплю. Без ошибок, по крайней мере, что-то писать. Так вот, глагол «пэ е», это глагол, который имеет «а», «играек» в основе, имеет два вида спряжения. Можно с «и», можно с «и», и точно так же и тут, в будущее времени. Можно сказать «je paierai», а можно сказать «je paierai». Блин, давайте сначала с «e» прочитаем. «Je paierai», «tu paierai», «elle paiera», «nous paieront», «vous paierai», «elles paieront». И voilà, вот такие вот моменты у нас с вами, мы прошли их. И надеюсь, что сложности у вас с этим не будет, и даже вот такие вот какие-то особенные глаголы будут спрягать с легкостью, и вам будет доставлять удовольствие, что вы это знаете. На сегодня это все. Увидимся с вами на шестом уроке. А бинтот. Продолжение следует...